Монтаж металлического пролетного строения второй части моста на Малиновского завершен, а это значит подрядчик приступает к обустройству проезжей части. Параллельно возводятся подпорные стенки путепровода, насыпается земляное полотно, перекладываются коммуникации. По данным городской администрации, возведение нового моста из двух частей идет по графику, и к 30 июля его первую часть откроют для автомобилистов. А в целом объект будет сдан к концу года. Штрафами будут грозить перевозчикам выключенные в жару автобусные кондиционеры. По этому поводу в департамент транспорта стало поступать много жалоб. Сотрудники департамента проводят проверки соблюдения температурного режима в автобусах, но и пассажиры могут посодействовать. Если в салоне жарко, нужно попросить водителя включить кондиционер. Отказывается – жалуйтесь в транспортную компанию, телефон которой есть в каждом общественном транспорте. Либо звоните в Центр управления пассажирскими перевозками, его телефон на экране. При этом надо будет сообщить номер маршрута и автобуса, дату и время поездки. Новогодние каникулы 2022 года растянутся на 10 дней. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России. Начнутся они 31 декабря. Этот день планируется сделать постоянным выходным. Дальше – 9 дней каникул и на работу выходим в понедельник 10 января. А в мае обойдется без каникул, ведь календарь складывается так, что и в 1 май, и в День Победы будет по 4 выходных. Пер Юхансен не будет наказан за серебро чемпионата страны и не попадание в финал четырех Лиги чемпионов отлучением от команды. Гонбольный Ростов-Дон продлил контракт с шведским тренером на один сезон. Юхансен возглавил Ростов-Дон в августе прошлого года. С ним клуб взял Кубок России, но не дотянул до золота чемпионата страны и не попал в финал четырех Лиги чемпионов. Контракт продлен на один сезон, как и с помощником Томашем Хловатин. А вот у футбольного Ростова потеря, но не главного тренера, а футболиста. Дмитрий Чистяков перешел в питерский «Зенит». Хотя потеря – это вполне ожидаемо. Это просто оформление собственности. Чемпион страны выкупил права на Чистякова, но он и без того. Прошлый сезон играл в «Зените» в аренде. А в Ростове его итоговые показатели с лета 2019 года – 25 матчей и один гол в ворота «Спартака» в выигранном 4-1 матче. Какие они опасные связи, показала ростовским зрителям школа драматического искусства. Московский театр дебютировал в Ростове на больших гастролях. Этот межрегиональный проект создан для сотрудничества профессиональных театров. Столичная школа будет сотрудничать с нашим «Молодежным». Гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом. Сегодня и завтра на сцене «Молодежного» еще два спектакля «Кони за окном» и «Декамерон». Как мы подобрали программу спектакля «Опасные связи» «Кони за окном» и «Декамерон»? Ну, по режиссерам мы как бы разного поколения из одного корня произросли. В одном театре существует. То есть там 50, 40 лет, 30 лет. То есть вот с таким шагом мы как бы встречаемся с вашим городом, с вашим театром. В ответ в сентябре артисты молодежного театра выступят на московской сцене. Кстати, Ростов – родина основателя театра Школа драматического искусства Анатолия Васильева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова